всем привет пока утреннее солнышко я буду снимать вам видео именно здесь без подсветки без какой-либо подсветки потому что вот сейчас то что вы видите имеет именно такую цветопередачу который мне получается вам показать посмотрите это нежнейшее облако восхитительного восхитительного вот в полном роспуске он сейчас в полном цветов много цветонос на цветоносе цветочки они друг друга естественно немножко закрывают но вот эта пышность цветения орхидеи big leap кристальный водопад в этом сезоне вот такая сплошное полотно не каскад а полотно очень красивых нежных чисто белых цветов кипельные но вот смотрите чисто белая это белая посмотрите тыльная сторона цветочка чуть-чуть с розовинкой вот она еле-еле уловимая но она присутствует а лицевая сторона цветочков вот она такая полный роспуск показываю вам почему собственно взяла видеокамеру показать то что еще я же вам обещала показать роспуск энциклии посмотрите какая чумная красота у меня распустилась энциклия сумасшедшая ой она такая ароматная это божественная орхидея цветет она обычно у меня иногда бывает два раза в год она у меня кстати цвела весной и вот сейчас она зацвела в зимний период вот она видите какие у нее красивые необыкновенные цветы здесь можно включить фантазию и представить что представляет из себя форма цветочка у меня и знаете вот поначалу мне казалось что это паук некоторые мне написали ирина она похожа на барышню у которой очень такой шлейф красивый яркий и какой-то наверху вот такой ореол красивый фактурно созданный какими-то специфическими специфическим контуром дизайне одежды вот видите у кого как понимаете кто что кто во что гораст описывает эту орхидейку это энциклия сразу еще разочек вам скажу у нее кстати очень классная получилась для нее посадка если честно для меня этот цветок это орхидея она была как что-то новое совершенно неизведанное я посмотрела почитала статьи по содержанию энциклия именно статьи от садовников которые рекомендуют определенные посадки для энциклей и я посадил ее именно так как рекомендуют те люди которые умеют выращивать эти орхидеи поэтому посадка была практически в мох но там где-то наверное процентов 30 основной объем занимает мох в посадке этой орхидейки и вот пожалуйста она цветет постоянно вот как только я ее пересадила она плохо у меня росла в прежней посадке от садовника не пересажена я понимаю почему это происходило потому что месту корням не находилась той маленькой посадки она давала много воздушных корней и как только я заправила воздушную корневую систему в грунт все она воспряла и как сумасшедшая стала растить множественные бульбы вот она вот она вы сейчас ее видите видите растопырочка в разные стороны укладывает свои красивые побеги и цветет вон новый дала тоже ожидаю от него цветение дает цветонос она в центре побега у нее очень приятный аромат знаете вот ароматы наших с вами орхидей это это фантастические ароматы которые не ни одно ни один химический продукт не может наверное воспроизвести ни одному парфюмеру это недоступно сделать вот такие классные качественные и неповторимые ароматы которые источают наш с вами орхидеи так но вы думаете что у меня только один что ли вот этот кристальный водопад вот распускается нет у меня ожидается хорошее объемное цветение вот этого бегли по посмотрите как какой красавец а сейчас вы сейчас он не впечатляет но поверьте мне распустит все цветы дорастит диаметр цветочка он всегда это делает и потом мы вместе с вами полюбуемся его цветами я знаю как он умеет свести у него сейчас вызра вызрела два цветоноса вот вот он 2 и он начинает распуск своих цветоносиков я вам потом все это подробно покажу ой вот это вообще опять опять чума вот это вот красивая чума опять она дорастила новый уровень бутонов это орхидеи янгфм принцесса она очень многим нравится и не зря она нравится она мне не меньше нравится чем вам орхидея восхитительная яркая и одновременно имеющие вот такую белесоватость на лепестках вот этой красотой она меня и сражает она многих сражает красотой цветения это тут у меня я переставляла и порыпала цветочки ой такое тоже бывает потому что орхидея стоит плотно вот видите что творит вот что ты мне туда цветы то все по вы по выворачивала она постоянно это делает из раза в город раз из цветения цветения на конце цветоноса создающие новый уровень бутонов слава богу уже ничего у нее там не вызревает новенького она вот так закольцовывает свой цветонос она постоянно вот так вот делает располагает цветочки на конце цветоноса как бы закольцовывает его вот реально красивое цветение сколько тут цветов получается давайте для вас посчитаю что раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 цветочков крупноцвет 10 сантиметров 11 бывает так что я вам сейчас счет покажу ну вы видели тут как как можно не любоваться красотой цветения орхидеи сакуры это мультифлорка это не сакура вот она как бы здесь стоит на более переднем плане перед сакурами поэтому она тоже вот распускает распустила здесь был цветонос но у нее вот еще один вот он видите какой классный распустится я вам покажу она всегда очень красиво цветет множественно цветкова много-много цветков но сакуры с ума сдурели на этой сакуре 1 2 и 3 вот вызревает цветонос это те сакуры который мы вместе с вами лечили от черного ствола страшная история у меня постоянно люди когда приходят на канал а вот третий вот четвертый и вот он и вот он пятый вот они господи думаю что то я не досчиталась мне постоянно спрашивает когда посмотрят может быть из других каналов приходят я не знаю где их там понапугали моими методами и спрашивают ну вот представляем что в дальнейшем случилось этими растениями это мне как-то знаете недавно комментарий пришел прям вот под той зачисткой которую я делала для этих сакур и мне написали и орхидеи сдохли прям так и написали девчонки представляете я пишу нет вы глубоко ошибаетесь не нужно казаться глупым человеком пройдите в соответствующие плейлисты и посмотрите что сейчас из себя представляют эти растения 5 цветон слушайте бывает порой как почитаешь комментарии ну думаешь какие же люди бывают негативными и желчными что-то последнее время я постоянно бурчу ну приходит много новых зрителей и такое ощущение что действительно нет какой-то твердой платформы основы и твердого понимания того что можно делать с растениями что нельзя и начинают критиковать не просмотрев конечно последующие видео по определенным обработкам вот поэтому я конечно последнее время очень часто призываю пожалуйста обращайтесь к плейлистам там информации я не знаю там наверное вся информация просто исчерпывающая которая позволит вам найти ответ на любой ваш вопрос так и сейчас дальше дальше то подождите и вот еще это вторая ту которую тоже мы спасали тоже сакура мне их две одинаковых отдали с одинаковой проблемой вот он цветонос у нее и не знаю как вам вот этот цветонос показывать вот такая красавица хочется руку убрать чтобы вы действительно увидели что же это за цветение что же это за божественное создание орхидея сакура да красотища здесь два объемных цветоноса на одной вот объемные да а здесь получается не сильно объемные но их много но генетическая особенность этой орхидеи это постоянное доращивание уже вызревших цветоносов новая партия бутонов на концах развивается и все это всегда происходит и потом они дальше зацветают ой мне там видите вот они бедненький там тоже вон по закрутились высвободить сейчас подождите мне чтоб не слова все это он распуститься не может бедненький вот так потому что бутон на бутоне цветонос на цветоносе вот и поэтому куда когда-то я подхожу и конечно выравниваю цветочки чтобы они друг друга не заслоняли и не мешали распуску бутончиков так и сейчас я вам еще покажу распуск моей эфиопии девчонки я не знаю но вот реально то ли еще на уме то ли уитни я забываю вот я реально забываю название вы меня простите то что эфиопия это сто процентов потому что я ее покупала именно под этим названием но я знаю что это орхидея есть еще одно название вот она как выглядит очень красивая орхидея божественная цветет она мультифлорным типом цветения и у нее всегда много цветоносов в определенном периоде цветения вот сейчас два у нее видите цветочков немало она не мелко цвет она вот знаете смотрю прям сколько щас сантиметров наверное у нее четыре с половиной пять цветочек и вот она всегда ушки туда своей оттопыривает вот к вне видите вот она если ровненько сделать распрямить ее цветок и и лепестки она смотрится по-другому но вот она цветет всегда так из раза в раз не вот такое вот необыкновенное цветение немножко закрученных лепестков видите она кожистая очень плотная структура лепестков как будто вы знаете вот восковые восковые вылитые из воска как будто у нее цветочки система посадки фитиль вот она фитиль горшок арте а название все время забываю лея или д д д по-моему да по-моему д вот вот так она зацветает пожалуйста все ой стоп 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 ага вы посмотрите чуть было не забыл это ой на старуху бывает проруха смотрите какая красота то распускается а знаете кто это это армион во какой у нас в этом году цветонос ни разу он вот такой вот разветвленный цветонос не давал обычно дает длиннючую удочку длинную длинную там много бутонов много цветов а в раз видите как дал две деленочки и основной осевой будет букет красивых крупных цветов это крупноцвет вот таинство раскрытия его пещерки смотрите какая красивая акцентированная нежно-белая губка с окантовкой вот там вот у основания красивая я просто балдею от этой орхидеи потом зацветет я вам покажу смотрите какая монстрица огромная а посажена она в горшок угадайте какой интересно угадали вы в этой орхидеи сидит в горшке каппадоке с призматическими стеночками то есть многогранные стенки которые позволяют корням орхидеи очень хорошо развиваться и притягивает преломляет лучи я вам много раз рассказывала о своих наблюдениях и мне кажется это именно так потому что по итогу растения посажены в горшки где и имеется призматические ребра все-таки показывает очень классный результат развития корневой системы как будто корня много-много света вот давайте еще разок по этой пышной восхитительной красоте ой боже мой это это не передать словами сами смотрите как они цветут спрятался я не могу его сюда на передний план вот так вот вывести потому что он у меня стоит с краю стеллажа и здесь мешает вот это вот конструкция стеллажа листочки вывернуть чтоб не сломать поэтому я его не трогаю ну вот пожалуйста посмотрите как они цветут и что же вообще каких результатов возможно достичь ну что я вам могу сказать здесь без без ложной скромности надо отметить что все что я показываю на канале у многих у многих получается повторить и получить вот такие восхитительные результаты в цветении орхидеи мне девчонки об этом пишут уж приходит много очень доброжелательных отзывов о моей работе на канале в результате чего и вы имеете вот такие прекрасные объемно пышно цветущие растения все желаю вам здоровья благополучия всего самого-самого наилучшего всем пока пока не показала я постоянно и вниманием обижаю постоянно мне нужно достать эту орхидею вон она видите у нее такой хорошенький цветоносик этот раз там еще один идет но надо лезть туда понимаете а это просто целая проблема вот чтобы залезть туда можно часа три потратить буду протирать листочки ухаживать за растениями но вероятно я оттуда ее извлеку все-таки не место ей там находиться это мультифлора не крупные листья и поэтому ей там тяжеловато вон она вон она видна видны ее листочки так а еще я вам не показала цветонос о это candy sweet это сладкая конфета беглиб чумовой все когда начнет зацветать я вам естественно буду показывать буду показывать и вот это уже существующее цветение потому что эти орхидеи долго цветы цветы они держат от трех месяцев и дальше бывает и по 8 и по 6 и по году цветут вот очень у сакур очень длительное цветение они цветут от полугода и туда дальше 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 если конечно хорошо себя чувствует я вам всегда говорю вы мне иногда пишите ирина вот вы рассказываете что это долгоцветы а вот орхидея там через полтора месяца отцвела значит началась какая-то проблема ищите причину отцветания растений если по ген особенности они долгоцветы ищите причину значит что-то с корнями значит какая-то вялотекущая инфекция начинает поражать растения посмотрите какая красота я не могу отключить камеру все девчонки желаю вам всего доброго здоровья благополучия всего самого-самого наилучшего сейчас вы мне напишите ирина не отключайтесь мне многие пишут ирина ну зачем вы камеру выключили вот это нечестно так не это распускается это никак угомониться не может уже говорю давай мне новый цветонос она все там на старом пытается что-то из себя у нее цветение какое пышное было вот только сняла старый цветонос укоротила пышнючая пышнючая было цветение у нее кстати на стволе детка может быть детку начнет доращивать потому что детка сейчас стоит как вкопанная и не растет все всем пока пока до новых встреч и каменную не вниманием обидела но высоченный цветонос я его и забыла про него совсем вот вызревает монстрица это лошадь вообще все каменные розы это вот готовьте им место в коллекции по-другому они не растут они огромные они раскидистые если каменная роза классно если она здоровая то она будет постоянно цвести вы никогда не будете иметь каменную розу без цветов все всем пока пока